АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И уже непосредственно после этого важнейшего матча можно будет говорить, успешный у нас сезон или нет. Потому что начинали мы его, скажем так, в лидерах. На первом месте шли долгое время. Потом у нас, скажем так, из-за сложного графика чемпионата и травм, которые в течение тренировочного процесса игр настигли команду, мы немножко сбавили свои обороты. И в итоге вот к этому важнейшему матчу приходим, скажем так, еще не зная, что нас ждет. То есть третье или четвертое место, соответственно, будет более-менее либо успех, либо, конечно, четвертое место будет разочарование от сезона. Вы уже сказали, что в этом году ваша команда за первое место не борется, хотя еще несколько лет назад вы и побеждали в первенстве третьего дивизиона и становились призерами этого турнира. В чем причина, кроме травм, конкуренты стали сильнее? И вообще, кто был конкурентами вот по этому сезону и насколько они прогрессируют в сравнении с вашей командой? Чемпионат довольно-таки ровный. Все команды, особенно вот в этом 2020 сезоне, такие, скажем так, боевитые, особенно молодые команды, которые изначально где-то проигрывали более опытным командам. Это «Факел», «Череповец», «Вологда», которые, скажем так, сбалансированы и молодыми футболистами, и опытными футболистами. Вот эти молодые команды, Иваново, Тверь, Ростов, Великий Чашинник, подтянулись очень сильно и играют на равных, и в некоторых матчах даже превосходят более опытных соперников. И, в первую очередь, за счет их прогресса чемпионат становится очень ровный, непредсказуемый, и это вытекает, скажем так, перемещение команд. Поэтому вот сейчас молодежка Иванова претендует на попадание в тройку. Молодежные команды Тверь, Шинник в том году и поза том году занимали высокие места. И, соответственно, дает стимул командам более опытным не расслабляться, постоянно тоже совершенствоваться, усиляться. И так скажу, что первенство третьего дивизиона радует своим уровням, особенно в последние годы. То есть, получается, конкуренты немножко выровнялись, и такого явного лидера, как еще несколько лет назад, ну, наверное, нет? Ну, получается, вы правы, да. Вот в этом году Зюшор Вологда, скажем так, немножко идет на шаг впереди от остальных команд, в первую очередь за счет того, что у команды стоит задача во второй дивизион выйти на следующий сезон. В эту команду, вот как мы знаем, да, вложено много сил, средств и вообще возможностей, поэтому они немножко идут в отрыве. Череповец всегда была стабильная, хорошая команда, которая еще, скажем так, относительно недавно играла во втором дивизионе, где много опытных футболистов, которые продолжают свое выступление вот в третьем дивизионе. И, конечно, их опыт на этом уровне сказывается. Наша команда, которая, факел Киров, четвертый, да, сезон, мы стараемся держаться в лидерах. И, конечно, это не так легко, как кажется, но мы уже планку свою подняли, и тоже стремимся не выпадать из этой обоймы. И вот остальной пул команд, молодежных, в основном молодежных команд, которые прогрессируют, которые растут, и вот они составляют очень достойную конкуренцию. Какую репутацию заработал факел за время выступления в третьем дивизионе? Команду начинают побаиваться или относятся к ней, может быть, с уважением, или, наоборот, без страха приезжают в Киров? Ну, сейчас, в любом случае, команду уважают и знают, что наша команда – очень серьезный коллектив. Потому что, учитывая первый год, все приезжали в Киров и не знали, что это за команда, как к ней готовятся, молодые футболисты, опытные футболисты, где вообще играют. То есть это была такая немножко новинка, наша команда Киров. Получается, для всех команд самый дальний выезд, и, ну, конечно, они с таким интересом приезжали в наш город и знакомились с командой по истечению трех сезонов. И на этот год, четвертый сезон, уже факел занимал третье, точнее, второе место и первое место мы занимали. И, конечно, команды делают выводы, команды смотрят, что мы составляем достойную конкуренцию, и уже, соответственно, и подготовка к нашим играм совсем другая. Вот в этом сезоне, который завершается, можете ли подвести итоги и сказать, какой из матчей был наиболее удачный, а какой из матчей оставил такой разочаровывающий след, впечатление, горестное? Может быть, где-то не добрали очков или, наоборот, что-то получилось и перебрали очку? Ну, если говорить про самый лучший матч, я, конечно, надеюсь, что он будет у нас в Твери 4 ноября. Если убрать его за скобки, этот матч очень качественный был матч в Череповце. Если я не ошибаюсь, это был третий тур для команды хозяев. Это был первый домашний матч. И, скажем так, мы выиграли очень уверенно, очень достойно 3-1 на поле соперника. И еще по ходу матча остались десятером. И этот матч оставил очень позитивное впечатление, потому что, ну, идеально команда играла очень качественно, прямо, скажу так, даже близко к уровню второй лиги по организации игры. По разочаровывающим играм, ну, таких было несколько, конечно. Много мы очков по ходу сезона не добрали. Где-то были необязательные ничьи. Вот две ничьи с Агатом на их поле в Гаврилов яме 0-0 и на нашем поле 1-1. Они, конечно, не разочаровывались, скажем так, но оставили неприятный осадок, потому что по качеству игры мы были, скажем, достойны на большее. А если самое, конечно, обидное поражение, это было у нас в Вологде, где мы проиграли 5-0 к команде хозяев, да. И, ну, скажем так, ничего этого не предвещало. Была равная совершенно игра до первого гола. И, ну, так вот получилось, что немножко мы посыпались после пропущенного мяча. И, ну, такое, скажем так, обидное и неприятное поражение. Давайте с вами вернемся, ну, примерно на полгода назад, когда вся пандемия только-только начиналась, а ваша команда уже продолжала, начинала, продолжала подготовку к матчам третьего дивизиона. То есть ничего не предвещало ведь, что сезон сместится. Насколько вот календарь турнира сместился и насколько из-за этого пришлось перекраивать тренировочный процесс? Да, было много непонятного. Вообще не знали, начнется ли чемпионат. Во-первых, не знали, когда он начнется, не знали, сколько команд будет. И вот это, скажем так, подвешенное состояние немножко напрягало ребят. Как есть говорю, то есть мы начали подготовку в июне месяце, примерно зная, что будет от шести до девяти команд. И уже в любом случае нам нужно было готовиться, потому что без разницы, когда чемпионат начинался бы в августе, в июле, не знаю, даже в сентябре. Нужно было готовиться и там уже от этого отталкиваться. То есть будет, не будет, мы должны были быть готовы к началу чемпионата. Команда провела полноценный двухнедельный сбор, где, конечно, ребята были в очень разобранном состоянии, потому что, ну, сами понимаете, порядка трех месяцев футболисты были предоставлены самому себе. Конечно, у них были домашние задания, были разосланы планы, но, как вы прекрасно понимаете, что не всегда эти планы удается реализовать в домашних условиях. Форсировали мы подготовку, отчасти вот эти первые матчи, которые мы выигрывали, и выиграли уверенно, это сказалось на то, что мы сфорсировали подготовку, немножко больше дали нагрузки ребятам, и, в принципе, вошли в сезон довольно-таки хорошо. Не сказалось ли вот эта форсированная подготовка на дальнейшем выступлении, то есть какие-то провалы, может быть, были, где-то очков, опять же, не добрали из-за того, что пришлось чуть быстрее готовиться к сезону, и не по тому плану, который изначально предполагался? Да, конечно, сказалось, потому что тут два было пути, либо мы набирали бы форму за счет игр, и, по большому счету, ну, скорее всего, эти первые же игры были бы без набора очков, либо с малым количеством очков. Нам пришлось выбрать такой путь, скажем так, рискованный, но другого выхода не было, потому что времени оставалось мало. Если мы, когда нормальный чемпионат, нормальный сезон, готовимся порядка двух с половиной-трех месяцев к чемпионату, здесь нам нужно было практически за месяц-полтора подвести команду в оптимальном состоянии, но это невозможно. Вы сказали уже про травмы, вот эти травмы, это последствия этой же форсированной подготовки или независимые друг от друга факторы? Травмы были разного характера, да, часть ребят из-за плотного календаря игр, который вот особенно в сентябре месяце вышел практически на третий день. Мы играли игру через три дня отдыха, четвертый день снова игра, разъезды постоянные, конечно, для Кирова еще и расстояние довольно-таки приличное, потому что съездить из Иваново в Ярославль 100 километров или из Кирова съездить, скажем так, в Череповец, это довольно-таки приличное расстояние, это все сказывалось. И травмы разного характера, и на тренировках ребята травмы получали, и в играх травмы получали, ну, скажем так, в оптимальном состоянии наша команда давно не играла, но это часть футбола, часть жизни. — Главное, что ваша команда играла в принципе, и «Факел» — одна из тех команд в Кирове, которая свой сезон провела, но, к сожалению, провела его в домашних стенах без болельщиков. Каково это играть команде, которая всегда привыкла играть при болельщиках при пустых трибунах? Насколько это психологически давит, и насколько теряется фактор домашней игры вот в таких условиях? — В первую очередь, нужно сказать, во-первых, Александру Иванову, нашему директору, спасибо за то, что мы вообще участвуем в этом сезоне, потому что было, скажем так, подвешенное состояние у команды. И когда ты не знаешь, будет ли чемпионат, не будет, когда непонятно, сколько команд, и слово президента было решающее, он сказал однозначно, мы играем, сколько бы ни было, команд даже рассматривалась такая ситуация, что мы, возможно, играли бы все матчи на выезде, но играли бы. Поэтому такая позиция президента, конечно, ребят воодушевляет, и мы знаем, что клуб стоит крепко на ногах, и ребята стараются, футболисты, этому отношению соответствовать. При пустых болельщиках, конечно, играть, скажем так, непривычно. Мы ощутили это особенно на первом домашнем матче, у нас была серия выездных игр, начиналась она у нас в Гавриловьяме и в Ростове-Великом. В Ростове-Великом ситуация была с эпидемией попроще, у них были болельщики, ну, соответственно, как-то настроение сразу было футбольное, играть было поинтереснее. А вот домашний матч в Кирове, да, когда все закрыто, никого нет, скажем так, такое мини-оцепление, ну, привыкает человек ко всему, да, спортсмен тоже, но немножко, конечно, тех эмоций не хватает, эмоций поддержки, эмоций зрителей, где-то родных, там, близких, и первое время было непривычно, дальше уже ребята втянулись, и, ну, большая часть матчей, конечно, была при пустых трибунах, как дома, так и на выезде. То есть фактор вот этого домашнего матча, он все-таки теряется, немножко размывается? Ну, какая-то часть, конечно, уходит от этого плюса домашнего матча, и уходит, потому что, по большому счету, не такое, получается, мини-нейтральное поле. А вообще, в какой футбол старается играть ваша команда? Как можно характеризовать стиль игры факела в этом сезоне, в предыдущий? То есть на что делаете упор? Оборона, атака, средняя фаза, контроль мяча? Если говорить про игру, мы ставим, конечно, атакующую, атакующую игру, атакующая команда, подбор футболистов дает нам возможность ставить такую игру, и где-то мы, конечно, от этого и страдаем, потому что не привыкли, скажем так, обороняться, сидеть на своей половине, терпеть. Немножко у нас другой стиль игры, ну, соответственно, и я так считаю, что у команды, которая стремится на высокие места, ну, должен быть в подавляющем случае такой же стиль игры. То есть, конечно, где-то можно и в каких-то матчах выбрать тактику оборонительную, да, мы так, конечно, и делаем, но основной акцент у нас все-таки плясать от своей игры, от своей силы. Отчасти это удается, да, у нас в том году Влад Шихов стал лучшим обордиром чемпионата, забив хорошее количество голов. В каком-то сезоне, я вот не могу ошибиться, по-моему, позатом сезоне, когда мы занимали первое место, мы становились самой малопропускающей командой, то есть баланс у нас соблюдается, и стараемся действовать современно от соперника, если нужно, и потерпим, как в Череповце в этом году, где мы встали с десятером, и 45 минут мы просто оборонялись, ну, при этом забили еще гол в меньшинстве. А в каких-то, думаю, матчах команды сами садятся на свою половину, и мы уже вынуждены просто всю, весь, можно сказать, матч проводить на их половине. На работу какого из тренеров современного футбола, европейского, может быть, российского, вы обращаете больше внимания, стараетесь что-то заимствовать? Ну, нравится работа Клопа, конечно, то есть это такой современный атакующий футбол, который доминирует, да, у нас, наверное, в мире, скажем так, его игра. Ну, заимствовать, именно что-то подсмотреть. Сейчас очень много материалов, очень много упражнений, ты стараешься все анализировать, что-то для себя подмечаешь, чтобы тренировочный процесс, в первую очередь, был интересный, разносторонний, потому что ребята-футболисты это, конечно, чувствуют, когда какая-то монотонность или какая-то все равно изюминка в тренировочном процессе, и стараемся, скажем так, быть, идти в ногу со временем. Вы уже сказали, что, в принципе, у вас команда достаточно молодая, но, тем не менее, в составе есть и опытные футболисты, которые по возрасту старше главного тренера. В связи с этим не возникает каких-то проблем с субординацией на поле, в тренировочном процессе? Да, у нас сбалансирована, так скажу, команда. Часть опытных, поигравших футболистов, часть молодых футболистов, на которые мы рассчитываем, и мы ждем, когда они уже выйдут на хороший уровень футбола, будут доминировать у нас в третьем нашей дивизионе, в третьем дивизионе. По субординации все ребята, поигравшие, это основной костяк Динамо Киров, которая команда у нас закрылась, и ребята знают, что можно, что нельзя, как разговаривать можно, когда можно, когда нельзя. Поэтому они профессионалы, бывшие, да, скажем так, но даже находясь на этом уровне, и они остаются профессионалами до сих пор. Вы уже упомянули про Динамо Киров, про второй дивизион, перспективы факела выхода во второй дивизион, они вообще просматриваются, хотя бы перспективы нескольких лет, не говорю, следующего сезона, но в обозримом будущем это вообще реально? Наша команда и структура клуба, конечно, при соответствующем финансировании полностью готова к участию рангом выше, потому что у нас четко есть выстроена вертикаль, у нас есть молодежная команда, у нас есть главная команда, у нас четко выстроена структура руководства клуба, президент, директор, административный штаб. В плане этого, да, команда у нас, ну, как есть, то есть профессиональная команда, также все выстроено по ступеням, и у нас такая, скажем, мини-профессиональная команда. Тут все зависит от финансирования, это уже, конечно, вопрос такой сложный, и я знаю, что и руководство клуба, и директор нашей команды разговаривают, хотят, то есть, и думаю, что когда-то вопросы все равно поднимутся, потому что городу профессиональная команда нужна. Много футбольных школ у нас, государственных, частных, ребята любят футбол, город любит футбол, много любительских у нас турниров, а выхода верхушки, получается, у нас верхушка только третья лига, факел. Хочется, чтобы верхушка была у нас все-таки вторая лига профессиональная. Будем надеяться, что в скором времени профессиональный футбол в наш город вернется. Я думаю, что на этом будем заканчивать нашу программу. Большое спасибо, Алексей Михайлович. Напомню, что гостем нашей программы был главный тренер футбольного клуба «Факел» Алексей Орлов, а я, ведущий программы на спорте Антон Погодин, с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. На спорте.